Уважаемые зрители, сегодня мы расскажем вам, как становятся пророками. Это, собственно говоря, очень просто. Цель нашего прогноза на будущее – Африка, а точнее Ангола. В этой передаче мы прогнозируем раньше, чем это произойдет, то, что ожидает Ангола. Почему Ангола, а не, к примеру, Намибия, Бацфана, Зимбабве или Танзания? Если внимательно изучить достоверные события прошлого, то из этого можно определить грядущие события. Готовы ли вы на такой небольшой эксперимент? Тогда мы хотели бы начать с самого начала. Основой нашего прогноза на будущее остаются так называемые гуманные войны, которые по всему миру ведут США. Что мы понимаем под гуманными войнами? Это все те войны, которые США провоцируют под эгидой миротворчества. Постоянное оправдание этих войн – террор, который ведется в разных странах против гражданского населения. Бросается в глаза, что в центре интереса этих войн всегда стоят диктаторы и их диктаторские системы. Так уж заложено в природе вещей, что диктаторы или олигархи, которые якобы убивают свой народ, должны быть убраны с пути. Более детальные исследования, однако, вскрыли, что ведение войны во имя продвижения мира во всем мире всегда связано с одними и теми же факторами. Что мы под этим подразумеваем? Мы имеем в виду, что гуманные войны развязываются только там, где совершенно очевидно имеются обширные нефтяные месторождения, что доказывает следующие документально подтвержденные факты. Если бы речь шла действительно просто о защите уничтожаемых слоев населения, тогда почти во всех странах Ближнего Востока, а именно в Африке, требовалось бы гораздо больше таких действий. А если подумать только о тех миллионах детей, которые ежедневно принудительно работают на золотых приисках в метровых ямах, или о миллионах жертв артеида в Южной Африке, о континентальном терроре, связанном с торговлей так называемых кровавых алмазов, наркотиков, работорговлей, детской и прочей проституции. И это только некоторые верхушки больших айсбергов. Следующий фактор. Эти гуманные войны совершенно очевидно ведутся по стратегическому образцу, а именно в восточно-западном направлении от Ближнего Востока до Северной Африки. Давайте обратим внимание на хронологию военных беспорядков и свержений. Здесь легко усмотреть отчетливую стратегическую линию. Началось в 2001 году в Афганистане с падения Кабула. Затем 2003 год. Свержение Саддама Хусейна в Ираке. Потом пришла очередь стран так называемой Арабской Весны. В 2010 году Тунис. Президент Бен Али покидает страну. Затем волнение происходит все чаще. 4 февраля 2011 года в Египте ушел в отставку президент Мубарак. 18 февраля 2011 года. Эта волна идет в западном направлении. Начинаются беспорядки в Ливии. 22 июня 2011 года. Свержен Каддафи. 20 октября 2011 года. Он был убит. Стратегически гуманная война идет на шаг дальше на юг. И январе 2011 года начались беспорядки в Судане. Следом в Алжире. Не вдаваясь деталей о восстаниях в Бахрине, Амане, Марокко и Сирии, мы наблюдаем стратегически наступающую концентрацию беспорядков на юг. В январе 2014 года пришла очередь Нигерии. Вам знаком этот стратегический курс? Так же, как и вода в римских колодцах перетекает от ступени к ступени, так и разожженные и управляемые волнения целенаправленно развивались с востока на запад, а затем переливались с севера на юг. Теперь мы хотели бы обратить ваше внимание на то, какое отношение все это развитие имеет к Анголе. Так как в начале этой небольшой школы пророков мы упомянули, что спрогнозируем ее дальнейшую судьбу. И вот как это выглядит. На этой карте вы видите зеленые столбцы, которые показывают процентное соотношение месторжения нефти разных стран. Не вдаваясь подробностей по Афганистану и Ираку, мы сконцентрируемся только на Африканском континенте. То, что в Ираке самые большие месторождения нефти, знает каждый ребенок. Как показало исследование США уже в 1991 году, в Афганистане обнаружены крупные нефтяные месторождения с другими невероятно разнообразными полезными ископаемыми, которые в 18 раз превышают уровень первоначально оцененного объема. Этим все сказано. Теперь займите на все страны Африки в сравнении со странами так называемой арабской весы. Везде, где вы не видите этих зеленых столбцов, там нет или имеются абсолютно незначительные месторождения нефти. Обратите внимание и на красные столбцы, которые обозначают месторождение газа. С 2010 года в Тунисе, с 2011 года в Алжире, с того же года в Египте и Судане. Новой в списке управляемых беспорядков стала с 6 января 2014 года Нигерия. Ну а теперь с этой перспективы посмотрим на остальную часть Африки. Что там еще осталось? Правильно, немного южнее Нигерии находится Габон и Демократическая республика Конго, у которых небольшие залежи нефти. Достаточно ли интересны эти страны для управляемой войны, это еще предстоит выяснить. Поэтому остается только Ангола. Здесь мы находим последнее большое месторождение нефти. Таким образом, после того, как беспорядки проникли в Нигерию, легко предсказать следующий шаг в Анголу, даже если ты не пророк, пока не пророк. Так что подождем, много ли это займет времени, пока и Ангола попадет в заголовки, а ее население будет защищать посредством гуманного военного вмешательства. Как только это произойдет, мы напомним вам эту передачу от 20 июня 2014 года. Если вы, уважаемые зрители, можете видеть такие же или подобные структуры в политических или военных событиях, расскажите об этом нам, чтобы мы смогли их опубликовать. Пора, чтобы СМИ обманутых народов распознали, кто под гуманным предлогом развязывает здесь войны. Если мировое сообщество откажет дальнейших услугах поджигателям войны, эти войны прекратятся. Обязательно распространяйте эти новости. Знание этих взаимосвязей может спасти жизнь целым народом.